Если говорить о реформировании финансовой валютной системы международной, то я бы сказал, что, конечно, роль России здесь неприходящая. Я думаю, что все помнят о том, что мы были одни из первых, я имею в виду Российской Федерации, кто заговорил о том, что необходимо такое реформирование во времена кризиса, необходимо иметь не только одну валюту, но и иметь несколько валют, в том числе резервные валюты, которые позволяли вести взаиморасчеты, и вообще не позволяли заводить ситуацию в такое критическое положение, имея одну валюту. Ну и это касалось международных институтов, Международного валютного фонда, банков, где предложение России было одной из основных, это то, что влияние развивающихся других государств в этих институтах должно быть более значительным и, соответственно, учитывать точку зрения не только основных игроков, которые сложились в предыдущие десятилетия, но и те, которые сегодня появляются, которые появились уже, и в том числе развивающиеся страны, чтобы имели возможность тоже влиять на работу этих институтов. Так что мне кажется, что мы достаточно серьезно об этом сказали. Думаю, что и шаги, которые будут предприниматься Российской Федерации, они будут адекватны тем заявлениям, которые были сделаны в предыдущий период, в том числе и сегодня здесь, на этом форуме.